Да я может не доживу до этого времени. При чем тут сейчас деньги? Мы сейчас не обрадали. Они тут вообще не предлагают. А может я и предложу тебе какой-то вариант? Мне, ну как раньше предложить? Это тоже интересно. Ну почему? Ну я в доле надеюсь. Вариант самый главный. Ты же всегда любишь предполагать. Как ты смотришь на меня? Тебе нравится? Почему тебе такая мысль закрала? Ты же смотришь на меня так. Я наблюдаю за твоим поведением. Слушай, сказать мужчину, что ты на меня так смотришь, я тебе нравлюсь. Я не огорчаюсь. Послушай, мне нравится и люблю свою жену. Вы знали, что вы делаете? Это я. Звоните. Семенов Алексей Михайлович. Вы заявите потерпевшему? Да, очень приятно. А на организационные документы какие у вас имеют? Договора? Ничего нет. На данный момент ничего нет. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Здравствуйте. Я прям хотел бы сотрудников полиции. Вот, видите. По адресу проспект Революция, 33-Б, седьмой этаж, седьмой, шестой офис. Мошеннические действия. Мошенническим путем. Да, да, да. Мошенническим путем были с меня взяты деньги. Ну, вы наглым образом взяты. Я не знаю, как уже объяснить. Да. И все. И ни в какую. Ни отдавать, ни что не хотят. Все, я вас поняла. Вы находите сейчас по нам? Да. Мы в самом офисе. Да. Просто хотели бы сотрудников полиции. Все. Я полицию сейчас вам вызову. Будьте добры. Хорошо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Что в итоге-то? Пришел ответ от банки? Я же уже сказал. А что сказали? Ну, у него можете сказать. А что сказали вам? Ожидать еще пять минут. Я вышел. Пять минут? Сколько? Да. Мы здесь сколько находим? Сотрудник службы безопасности. И информацию передать. Мы сейчас работаем дальше. У меня же не сотрудник службы безопасности. Правильно. Ну, когда я вам первый раз зашел, вы сказали, я вижу, все нормально. Все. Он сказал, все. Мы ожидаем. Насчет страховки. Я смогу сейчас заявить написать? Какую страховку? Которую я заплатил. Я же уже сказал. Вы меня на стою хотите? Нет. Ну, не получится. Не получится, честно. Да, он про другое. Он в начале, когда там заходил, он сказал, что про страховку, да. Сейчас он говорит, что вот за это деньги никакие не получишь. Потому что договор они оказали. Ты все подписал. Да подожди. Подожди. Ты здесь все подписал. Они, понятно, сейчас там переобуваются. В связи с тем, что они имеют в виду, что откуда ты получил бы эти деньги 29 тысяч? С твоего же самого кредита. То есть ты получил бы кредит, и в этих деньгах были бы твои 29 тысяч. Понимаешь, какой разводняк? Почему разводняк? А там получают. С кого? Кредит. Нет. Если бы он получил бы... Если бы он получил бы... Да, лично говори. Что это стражать? Спасибо. Нет. Если бы он получил бы, вопросов бы не было бы. Вы же на это ухо не слышите? Уже прогрели. Он не получил же. А где человек 3 месяца был? В смысле где был? Звонка вашего... Где деньги его? Зин. Вы обещали. Да вот получается. Давайте мы будем нормально общаться. Где деньги? Где он 3 месяца был? Он тоже был. Вы сказали, что день его получил. В следующий день, потому что... Тогда карантина не было. Одному человеку можем. Вот. Третий. Карантина не было тогда. Почему он деньги не получил? Я же уже всю информацию сказал. Так. Он не получил деньги. Так. И? Из-за того, что якобы у него какая-то просрочка? Ну, по документам, да. Так вы же тогда одобрены. Причем с просрочкой-то? Я же только что уже все ответил. И руководителю вам ответил. Руководителю у него вообще другая позиция. Так вы еще и в разных организациях работаете. Так мы и не работаем. И вы не говорили на тот момент, что деньги вот сегодня можно забрать перед... Я же уже только что... Да снимайте мне все радио, я просто буду молчать. Зачем снимать? Вы одобрили? И сказали. И вам не будет никакого контента. Да я не верю. В смысле не верите? Раньше смотрели. В смысле смотрели раньше? А зачем тут контент? Мы хотим просто... Да подождите, что раньше смотрели? Раньше смотрели видео там, люди же ради контента в YouTube. В смысле? А что, сейчас не смотрят или что? Ну, нет. Я имею в виду то, что раньше вас, ну не знаю, сейчас смотрят или нет. Вы знаете, чтобы вы понимание имели, у нас с каждым годом все больше людей смотрят. Нет, я же только работаю. Так что... Это ж плохо, что ли? Это ж хорошо. Да, это хорошо. А причем здесь смотрят за контентом? Это без камеры. А с этим... Тоже Воронежский был по авто, что-то делал. Щебров, Щедров. Шмарди? Шмарди, да. А что с ним? 303 уголовное дело возбуждено. Не вы первые. Я ж не с вами общаюсь. Я имею в виду, но вы же с вами с вами общались. Ну, у него фальсификация документов была, экспертиз. На вот, поэтому... Ваза. Ваза. Да ладно, ну что же вы ее мое. Ваза. Я же разговаривал вчера по его деятельности. Да можно снимать вот это вот так? 303 возбуждено, так что все нормально. Фальсификация, как бы, имеет место быть экспертных заключений. Поэтому... Ну, он входит, как бы... Ну, там подписка не выйдет. Ну, я же начал смотреть, ну, на ты буду, тебя и его одновременно. Ну, что-то нормально было. Сейчас не смотрю никого. Смотри. А... Я тебе говорю, что исполняю обязанности. Ты предполагаешь, если обязанности не исполнишь, тогда что? Я говорю, вернемся за стол. Тебя это бах не устроит. К чему тогда придем? Как придем? Переговором. Вот. А нам уже результат. Нужно 29 тысяч чек забрал. Так, а как я тебе скажу? Результат должен выйдать сразу. Скажи, пожалуйста. А что здесь происходит? От каких? От многих. От каких? Да я, может, не доживу до этого времени. Ну, типа он тебе на языке. Ну, ты... Лучше живи долгую счастливую жизнь. Но при этом нужно, чтобы ты вернул деньги. Тогда она точно будет счастлива. Вот. Так вот о чем речь. Тебе же предложили такой вариант. Тебя он не устроил. Как это не устроил? А меня устраивает, если ты сейчас вернешь деньги или в понедельник вернешь деньги? Какая разница? Во вторник когда? Так мы об этом разговаривали. Я сказал сначала, давайте... Вас устраивает вариант, что я буду исполнять обязанности? Мы сказали, давайте, да, там, ну, решим этот вопрос. Мне для этого хотя бы его договор с его... Когда-то найти, чтобы он вообще здесь был? Нахожу, не нахожу, там, принимаю решение. Оказываю я эту услугу, не оказываю. Если не оказывают... Ты мне задаешь вопрос, что будет дальше? Я говорю, сядем за стол переговоров, вернемся и уже будем приходить к тому, что... Ну, так меня пришло... Или я верну деньги там... То есть это вот, вот этого и не прозвучало. То есть ты вернешь деньги? Я предусматриваю такие варианты. Конечно, это же переговоры. Я понял. Если я собираюсь вести с тобой переговоры, значит, явно я предусматриваю. Это же логично. Вариант такой. Конечно. Это же логично. Но я предполагаю так тебя, что такой расклад тебя не устает. Это самый лучший расклад. А знаешь почему? Самый лучший расклад. А вы чего ты тогда не согласился? В смысле не согласился? Как мы не согласились? Мы согласны. Как? Согласны! Так ты вышел... Ты нить потерял. Мы согласны на деньги. Нет, нет, я не понял. Я не потерял, я сейчас раз вытягиваю на деньги. Мы согласны, мы это добиваемся, чтобы вернули деньги. Причем тут сейчас деньги? Мы сейчас нет подарков. А они тут вообще не подарки. Причем... Нет, это для вас результат, эти деньги. Естественно. Ну, так я вам говорю, сначала это первый этап оказания услуги. Мы же на нее договорились? Мы его не прошли, то есть у меня деньги требуют. Ладно, хорошо. Смотри, мы сейчас в любом случае пишем, все, сейчас придется, хорошо. Они сейчас наберут в понедельник, у них один-два лет займет. Я любитель из практики, я расторг этот договор. Я расторг этот договор. Так ты... Мы не поняли. Потому что меня ввели в заблуждение. Верните мне деньги, пожалуйста. Договор, ты вообще даже не помнишь, какой подписывал договор. Там проблема в том, что у них вот эти... Вы же мне как бы оказались, что у меня это же договора 100. Нет. Завладели деньгами обманным способом. Что это значит? Они ввели в заблуждение. Это предположение. Предположение, да. Это предположение, конечно. Да. А он, может, вообще тут не был. А, его тут даже не было. Вы первый раз видите. Здравствуйте. Первый раз видимся. Поэтому... По крайней мере, пока его узнал... Прошу прощения, а как тебя зовут? От каких деньгах вообще... Я просто зову, прошу. Влад, да? Влад, да? Влад. Влад точно помнит его. Ну что, так я же предполагаю. И ты помнишь, да? Ну, так я же предполагаю. А, понял. Ну ладно. Короче. Нас устроит самый лучший расклад. Вернуть деньги. Все. Больше... Так это мы же прийти, надо. Конечно. Ну, маленькими такими шажками. Вот, ты шагаешь через все здание, да. Так так же не получится. Хорошо. Я же не готов через все здание шагать. У нас в любом случае, у вас есть время для того, чтобы это все регулировать. Потому что этот процесс тогда достаточно длительный. Я понял. А вот этой каши-то смысл? Какой каши? Ну, вот этой сейчас. Вот этой. Я сейчас инициатором вот этого разговора был. А ты-то, вы-то вышли. Почему? Поговорили. Так мы же выжили. Про деньги, когда тебе говорят, ты как-то... Все эти деньги, так я вам сказал, сядь назад из стол переговоров и будем договариваться. То есть я приводит, этот вариант предполагал, что мы будем договариваться. Либо о возврате денег, либо там... О написании земли. Уважаемый, подвесите мне, пожалуйста, в чем сейчас заговор? Вернуть час, день. Да проблема у него, у него проблемы есть. 30 тысяч, большие деньги. Надо мои деньги вернуть. Вернуть информацию. Вам сегодня люди больше. Я просто расскажу, он как руководитель. Он должен сначала поднять документы, изучить. понять проблему, осознать ее, пути решения и организовать кредит. Короче, это до нового года, да? Не организовывается кредит. Да нет, у них пару дней. Потому что кредит... Пару дней я уже 3 месяца жду. Мне это извольно. У него сейчас какая ситуация? Он в понедельник поднимает все. Соответственно, он во вторник может сделать заявку быстренько. Ее либо откажут, либо одобрят. Если не одобрят... Она это надеется. Если не одобрят, соответственно, первое, если одобрят, все-таки ты получишь свою хорошую... Извиняться буду, что я неправда. Мы извинимся за то, что за вот это все, но мы и поблагодарим за то, что они молодцы, красавцы. Руку пожмем. Ну вот, а если у них не получится, мы сядем за стол переговоров и все-таки договоримся о том, что 29 тысяч вернут. И будем беседовать о возврате денег. И еще каких-то вариантов. А мы можем исключить уже это... Мы можем исключить... Может, я предложу какой-то вариант, для которого вы отказаться не сможете. Ну, видишь, может быть, там ничего интереснее. Да. Да вам-то хорошо. А может, я предложу тебе какой-то вариант? Мне... Это тоже интересно. Почему? Ну почему? Ну почему? Ну почему? Вариант самый главный для человека. Ты же любишь предполагать. Предположили? Нет, предложить можете. Ну, главное, чтобы человек получил своего. А в чем сейчас загвоздка верну? Да я же сказал. Я не нуждаюсь. Ну, процесс же должен пройти. Смотри. У него сейчас есть вот эти моменты. Нет, есть система. Есть непонимание. Ну, он понимает. Мы все понимаем, что он все понимает. Просто ему нужно сейчас вот это сыграть. Я не директор этой фирмы. И ни одной, которая до и после будет еще. Если еще будет под вопросом. Вот. Ну, я бы сказал. Я поступил так. Это мое мнение. Сколько здесь людей проходит. И сколько обманутых денег. Просто сейчас выложить. Вот так извиниться. Сказать. Ребят. Был неправ. Все. Факта же нет, что обманут. Ты предполагаешь. Я обману. Я обману. Вот. Видишь? Уже заявление. Уже заявление. Видишь? Он уже не предполагает. Он уже заявляет. Как ты смотришь на меня? Тебе нравится? Почему у тебя такая мысль закрала? Ты смотришь на меня так. Я наблюдаю за твоим поведением. Меня напрягает. Слушай, сказать мужчину. Что ты на меня так смотришь? Я тебе нравлюсь. Я не горжусь. Послушай. Вот что такое? Мне нравится. И люблю свою жену. А какая взаимосвязь между этими? Вот именно. А как ты подумал, что вообще у тебя вопрос такой пришел мне сказать. Тебе что нравлюсь? Слушай, ты меня пугаешь. Ну и что? Ладно, проехали. Мне, допустим, есть сотрудник мой. Но мне нравится этот человек. Да, отлично. Ты мне как человек пока не нравишься. Я тебя об этом и спросил. А, вон что. Прошу прощения. Каждый бы мой взрослый. Мы шагами пойдем навстречу. Не спорчен я сильно меня. Пошляк. Я пошляк. А че мы резим? Прошу прощения. Я вот все нравоват. Я понял. Поражает. Я поэтому и спросил бы. Молодец. Все, я не так тебя понял. Прошу прощения. Хорошо попроси меня. Все разложено по полочкам. Прям бам-бам-бам. Скорей на привет. А вам еще работники нужны? Работники? Да. Может к вам устроиться? Хочешь работать? Да. Ну а че? У меня не столь прибыльное дело там конечно уже. Сейчас я обращаюсь уже к вам. Может все таки начнем уже с верховки? Я думаю я тут больше наверное получу. Сотрудничный. Конечно тоже такую маску одену. Как каменного лица. Все. Приходи с этого. Собеседовать. Образование есть. Два причем. Два образования? Да. Курсы психологии с меня пройдете как у тебя в глазах говорить. То что нужно. Да у тебя все вперед? Ну может лично что я говорю. Или я все таки боитесь что у меня совесть все таки где-то сорвусь? Совесть? Ты альтруист? Ну совесть есть у меня по крайней мере. Я не знаю какой ты альтруист или нет. Я человек. Это не столь. Все таки мы ее притупим чуть-чуть да? Кого совесть? Я не знаю как хочешь. У вас же есть эти тренинги? Можно знакомиться? Нету. Мы не болеем тренингами. Жаль. Ну я подумаю. А сколько сейчас нужно зарплаты? Как на пальцах. Сколько вы хотите? Ну неограничено. Правильно. Я тоже так понимаю. Как хочешь. Как заработаешь. Сотрудники полиции дознаватель приведет меня Елена Алексеевна что делать? Это я. Звоните. Семенов Алексей Михайлович. Вы заявите потерпевшему. Да. Очень приятно. Сотрудники. Ваши где? А вот. Как раз вот. А это же директор. Да. А сотрудники Ваши где? К сожалению мы не могли что-то. А вот это все все. С ним? Нет. Нет. Заключать сотрудников. Да. Но они уже все домой уже. Ну конечно. Рабочий день закончился. Тут вопрос в том, что гораздо все сложнее. Организации-то как бы нету, с которой заключали демонову. Но лица не те же. Лица не те же. Он являлся директором. Это другого. Якобы. Ну еще эти документы какие есть у Вас? А? Документы что-то понимаете какие есть на организацию? Паспорт свой без проблем. Нет. Это на Вас. А на организацию на документы какие у Вас имеют? Договора? Да. Ничего нет. На данный момент ничего нет. В смысле как мы работаем? Ну просто заходите утром, проходите, решили включить договор. Да. Мы с Вами на эту тему уже дискутировали. Я Вам объяснял. Да. 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 Чем это закончилось? Мы уже проходили и это. Да. Я Вам все предоставил. Ну соответственно у Вас и сейчас эти документы должны быть? Я Вам даже не все предоставил. Во-первых оно в зоне есть в определенном где это положено. В первый момент. В второй момент я Вам кроме договора аренды ничего не показывал. Ну так сейчас покажите что ли есть у Вас сейчас? Пока и паспорт. Все остальное я Вам предоставлю в рамках мероприятий. В каких мероприятиях? В рамках. Которых Вы затеяли. Мы с Вами это уже обсуждали. Мы сейчас по второму кругу проделали. Ну сейчас другой заявите. Ну может тогда пример тот приведем и он домой пойдет? А будет то же самое. А будет то же самое. Ну допустим домой идет, но мы расскажем. Правильно? Это же то же самое. А он пойдет домой, мы с Вами туда будем. Ну мы на этом не остановимся. Да не, я понимаю. Не, ну он просто договорит какой-то. Да. Может там человек сдался. Ну да. Примеры приводить. Я расслышал, я не понимаю. К Вам люди приходят с претензиями еще? Да. До этого приходили люди? До гражданина Семенова люди к Вам приходили с претензиями? Поехали. Поехали. Дорогие друзья, ну было написано соответствующее заявление, были опрошены, точнее был опрошен сам руководитель данной организации, но теперь что, в ожидании. В ожидании решения от него и от сотрудников полиции. Посмотрим, усмотрят ли здесь признаки преступления в 159 статье. Мошенничество. Люди, которые пострадали от недобросовестной кампании юридической? Вам одобрено все, как мы ожидали. Видите, у Вас никто не вновь. Даже чуть больше суммы, 560 тысяч, чем Вы просили. Ну вот, на 7 лет. Вас все устраивает, я устраиваю. Я купую платежную. Десять тысяч. Они представились как Альфа-банк, а потом уже по документам получилось. А кредит. А кредит. Финансовая компания. РУЦ-33Б. Седьмой, шестой. Семьсот шестой офис. Так, отзывы Вы какие там лицезрели? Цензура отдыхает. Я понял. Люди негодовали. Пусть он подавится, Владислав, этими. Кого-то на двадцать тысяч. Самое меня поразило, что мать, многодетный, пять детей, одиночка. Также ей навязали микрозайм. А, микрозайм даже? Да. И влетел на такой, кто на семь-шесть тысяч, но они не какая-то там критерия, как они лечили, кто на тридцать, кто на десять, кто на десять, они вас уйдят. Мы на двадцать девять. Вы говорите, кредит одобрен, да? У вас, да, висит нормально все. А сумма какая? Без понятия. А строков еще мы ничего можем написать и верну, да? Все, ожидаем. Сейчас он проверит. Кредит-то одобрен. По тем данным, по которым были, у него было все нормально. Угу. Так, он за что платил деньги? Анализ кредитоспособности, заключение добровольного страхования жизни. То есть не за страховку? Не за страховку. Скажите, вы вернете эти деньги клиенту сейчас больше тысяч? Я для начала его посмотрю. Мне со своего кармана в одно лицо исполнять обязанности. Руководитель, какая у него позиция, какая позиция у сотрудника, они немножко не согласовались. Это признаки, сами понимаете. Чистоты. Ну а что ты ходишь? Зачем теперь? Мы с вами не приходили. Будьте корректы. Будьте корректы. В смысле умников? Не надо умников включать. Я с вами на вы. Пришли нормально, объяснили, что неправы. Я вам сказал. В смысле неправы? Говорят, говорят, деньги там больше или нет. Я занял уже деньги. Ты должен денег, ты понимаешь? Да. Я занял уже деньги. Мы встречаемся через минуту. Я Smithson. Я стал коррект. Я думаю, что закончится. Я думаю, что через месяц это будет подняться. Я приду ничего не кожу. Я с вами тихим. Я